Сотни килограммов гниющих мандаринов, разбросанные по земле. Одного взгляда достаточно, чтобы оранжевое настроение стало пропадать так же, как и экзотический плод. Вдоль автомобильной дороги, ведущей к Неберджаевскому водохранилищу, по словам местных жителей, из четырех фур кто-то просто выкинул тысячи мандаринов. Но если это хотя бы экологически чистые отходы, то обычно на местную стихийную свалку выбрасывают полиэтилен, пластик и отходы бытовой химии. А вот по такой картинке навряд ли кто-то скажет, что в этом месте мусор отправили на свалку истории. Хотя на видео единственный город на Кубани, который перешел на систему ноль отходов. В Сочи перед Олимпиадой не осталось ни одного места захоронения мусора. И вот откуда ни возьмись, нелегальная свалка с цинизмом, появившаяся прямо вблизи мусороперерабатывающего завода. Такой фильм, который сняла краевая группа по мониторингу экологического состояния региона, показали сегодня на селекторном совещании Александру Ткачеву. После просмотра рецензии губернатора не заставили себя ждать. Я прекрасно понимаю, коллеги, что то, что мы видели сегодня, это зона ответственности, как правило, муниципалитета, краевого департамента ЖКХ. Почему вы допускаете такие вещи, видно, что эти свалки, срок давности там уже кому-то может быть больше года. Нам пора перестраиваться и, конечно, становиться заботливыми хозяевами на своей территории, на своей земле. Можно бесконечно спихивать ответственность себя. Только вот через пять лет при таком подходе у нас везде будет одна сплошная свалка вместо нашей красивой природы. Слова губернатора подтверждаются сухими цифрами статистики. Каждый год в крае получают два миллиона тонн отходов. Под свалками находится больше тысячи гектаров земли. Это порядка трехсот полигонов. Правда, увиденные сегодня в фильме чаще всего созданы руками самих же местных жителей. Отчасти от того, что не всегда есть куда выкинуть мусор. В настоящее время сбор отходов осуществляется на более чем 13 тысяч контейнерных площадках с применением 60 тысяч контейнеров. При этом наблюдается дефицит контейнерного парка и его значительный износ более 70%. Переход на современные евроконтейнеры происходит в основном в городских округах. Органы местного самоуправления, сельских поселений не в состоянии обеспечить обустройство контейнерных площадок и закупку контейнеров. В связи с этим повсеместно применяется бесконтейнерная система сбора отходов. Уничтожить несанкционированные стихийные свалки в регионе должны современные мусорные полигоны. Не просто места для захоронения отходов, а их переработки и сортировки. Идею о их создании губернатор озвучил еще в прошлом году. Правда, до сих пор с местами подстроительства определились только в трех районах из девяти. Но ждать появления комплексов, как отмашки, не стоит, говорит губернатор. Приходить к культуре уборки мусора нужно с малого. Как пример, чистить территорию вдоль автомобильных дорог и железнодорожных путей. Наболевшие проблемы – это стихийные несанкционированные свалки в полосе отвода. Проводим осмотры с выездом. Мы все понимаем, что в пассажирских поездах гости, которые едут в наш край на санатории отдыхать, видят из окон пассажирского поезда все то, что творится у нас. Поэтому наша задача сделать, чтобы впечатление у гостей было самое благоприятное. Железная дорога у нас в большей степени подвержена, к сожалению, всем свалкам. Есть просто конкретно заброшенные участки. Поэтому надлежащие требования к железной дороге, особенно в территории курортных мест, именно заниматься системно, следить, мониторить и так далее. То есть это должна быть часть вашей работы. А то одно время мне показалось, что вообще вы просто бросили на самотек, и мы будем и просить вас, и будем требовать и так далее. Но это территория, за которую мы несем ответственность. И, конечно, когда миллион людей проезжает, видит хаос, бардак, конечно, это не украшает ни вас, ни нас. Поэтому мы включаем в систему мониторинга и железную дорогу. Я тоже хотел бы видеть раз в месяц ситуацию, доклад об этом. Не лучше дела с мусором обстоят на автомобильных трассах региона. По результатам мониторинга увеличилось количество выброшенных вдоль обочин пакетов с мусором. В Федеральном дорожном агентстве оправдываются и утверждают, что убирают трассы каждый день. Вчера проехал по дорогам со стороны Кавказа в сторону Краснодара. Все придорожные полосы у нас чистые. Но вот если посмотреть этот фильм, который мы посмотрели, те свалки складываются не из гостей, которые приезжают нам и едут по дороге. Это наши жители. Не хотел бы, чтобы сложилось мнение, что мы здесь белые и пушистые. Вы пытаетесь сделать замечание на тему того, что ваши дороги в нормальном состоянии. Но вы тоже между планкой неудовлетворительны и удовлетворительны. Поэтому начните с количества контейнерных площадок, которые сегодня есть вдоль федеральных дорог. Сколько их? У нас нету контейнерных площадок. Вопрос. У нас убирают мусор весь вдоль дорог ежедневно. А что касается поселений, тот мусор, о котором вы сказали, там главы поселения найдут порядок быстрее вас. Очередная проверка руководителей всех уровней ждет в регионе уже на первомайские праздники, напоминает Александр Ткачев, когда основной мусорный удар придется на парки, леса и реки. За несколько дней на природе остаются тысячи килограммов отходов. Коллеги, впереди у нас майские праздники, так называемая маевка, и тысячи жителей края, наших гостей из других регионов выйдут на природу, на шашлыки. Надо подтягивать разные ресурсы. И волонтеров для уборки, и таблички поставить побольше, не мусорить. Когда люди приедут в чистое место, ну, конечно, я думаю, большинство рука не поднимется что-то бросить. Напоминаю, что этот вопрос буду контролировать лично. Сам много езжу, летаю, поэтому смотрю. И, конечно, в оценках роли глав администрации поселений, районов, городов, мы как раз будем использовать, в общем-то, этот показатель. Благоустроенные поселки, отсутствие свалок, или они должны быть обустроенными. И, конечно, надлежащая чистота. Экология не только визитная карточка, но и источник доходов Кубани, акцентирует внимание собравшихся Александр Ткачев. За чистой природой в край каждый год приезжают тысячи туристов. Поэтому марку одного из самых чистых регионов страны нужно удержать любой ценой. От создания новой системы утилизации отходов до формирования в школах отношения к уборке мусора. И первый урок на практике можно провести на Всекубанском субботнике через два дня. Александр Иванченко, Денис Перец, Артем Лычко, Александр Брыксин, Игорь Хашобин, Кубань-24.